МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Сегодня основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. О том, как дагестанцы принимают участие в процессе, смотрите в выпуске. Тарифы не изменятся, работу никто не потеряет. В Дагестан электроэнергию теперь будет поставлять Россия и Северный Кавказ. Более 80% дагестанцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Республики Магомед Дебиров. Всего на территории Дагестана открыто 1915 участков для голосования. Из них на 106 участках проголосовали досрочно. Сегодня на территории Республики были открыты 1808 участков. Порядок и форма голосования оказались для граждан очень удобными. Каждый мог выбрать, когда и где ему проголосовать и каким образом отдать свой голос. Дебиров отметил, что в избиркоме Дагестана мониторят все публикации в СМИ и социальных сетях, чтобы быть в курсе любых проблемных вопросов, касающихся процедуры волеизъявления. В сообщении о явных нарушениях, по его словам, не поступало. Особо отмечается, что при голосовании строго соблюдались все санитарные нормы. Средства защиты, которые останутся после этого дня, будут направлены в Министерство образования Дагестана для использования в ходе проведения ЕГЭ. Каких-либо нарушений, которые могли поставить под сомнение процесс голосования или как-то повлиять на результаты, мы пока не видим. Вместе с тем, это не означает, что там все идет идеально. Есть, конечно, нюансы и с усталостью связано, и, может быть, где-то с провокациями связано. Но не хочу сейчас об этом говорить. Но в целом могу сказать, что таких серьезных опасений пока мы не видим. Голосование проходит и в самом южном городе Дагестана. Здесь свой выбор, касающийся поправок. Главный документ страны сделали мэр города, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагамедов, исполняющий обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Николай Чернухин и руководитель Росимущества в Дагестане Абдулпатах Амирханов. Все они прошли на входе в избирательный участок процедуру измерения температуры, затем обработали руки антисептиком и получили индивидуальный пакет с масками, перчатками и одноразовой ручкой. Паспорт членам избирательной комиссии они предъявили бесконтактно, после чего, заполнив бюллетень, опустили его в ворну. Такие меры безопасности предприняты в республике на всех участках для голосования. В Зербенте находится 37 из них. Голосуют сегодня и в районах Дагестана. Жители Сергакалинского района принимают активное участие в процессе голосования. Сегодня в основной день в районе создали праздничную обстановку. Входы в избирательные участки украшали российские флаги и шары. Звучала музыка. Жители района, у большинства из которых сегодня не рабочий день, пришли на свои участки для голосования. Первыми отдали свой голос работники образования, культуры и госучреждений. Как и во все предыдущие дни, на участках соблюдались меры безопасности, антисептики, разовые маски, перчатки и ручки. Для керзлярских медработников голосование провели прямо на территории больницы. Председатель ТИК города Анна Макртычева рассказала о том, что медики сами выступили инициаторами проведения голосования в таком формате. И члены участковых комиссий их поддержали. Процедура голосования проходит точно так же, как и на участках. Каждому выдаются средства индивидуальной защиты и соблюдается дистанция. Эта процедура проводится для удобства и комфорта наших участников голосования. Чтобы сократить им время, не приходить на участки для голосования, а проголосовать по месту их нахождения, то есть в течение рабочего времени. Конечно, нам устраивает такая форма голосования, потому что мы на рабочем месте и так же проголосуем. Мы рады, что так проголосуем. Не остались в стороне и общественники республики. Активисты ОНФ в Дагестане приняли участие в голосовании. Кроме того, они помогли соблюсти меры безопасности на избирательных участках. Участники молодежки ОНФ в Дагестане встречают избирателей на входе, измеряют каждому температуру, если все нормально, выдают средства индивидуальной защиты и напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при голосовании. В Дагестан электроэнергию теперь будут поставлять Россети Северный Кавказ. Соответствующий приказ опубликован Министерством энергетики России. Две ранее действовавшие в республике организации – Дагестанская энергосботовая компания и Дагестанская сетевая компания объединили в одну и присоединили к филиалу Россети. Об этом на конференции с журналистами сообщил генеральный директор Россети Северный Кавказ Владимир Иванов. По его словам, это повысит эффективность работы электросетевого комплекса республики. Он также отметил, что ни один человек не потеряет работу, а зарплаты будут расти. Тарифы для потребителей на электроэнергию также не изменятся. «Исчезнут, прежде всего, неровные взаимоотношения между сбитовой и сетевой компанией. Это, на самом деле, очень плохо, хочу сказать. Компания, которая будет объединена под единым брендом, она будет заинтересована, а, и искать киловатты, например, бездоговорное, безучетное потребление, и, по сути дела, переставать конфликтовать между людьми, когда одни, собрав киловатты, обязаны на неком бумажке написать, а другая их должна подписать. Вот, к сожалению, так устроена конкуренция в сфере электроэнергетики и избыта. Я надеюсь, что это уйдет». Владимир Иванов добавил, что решение согласовано с руководством Дагестана. Решение статуса гарантирующего поставщика, по словам Иванова, связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии. Боксер-профессионал Магомед Мадиев проведет очередной поединок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России. Махачкалинец выступит 3 июля на турнире организации «Патриот» в Москве. Спортивное событие состоится без зрителей. Пока не сообщается, кто выйдет на ринг в качестве соперника нашего спортсмена, но известно, что поединок с его участием возглавит турнир. Магомед Мадиев выступает в среднем весе. В своей карьере он еще не познал горечь и поражение. На его счету 13 побед и одна ничья. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова